Дорогие друзья, всем привет! Сегодня хочу рассказать о многолетних декоративных растениях, которые выручают нас, когда в розы отдыхают между волнами цветения, когда они имеют минимальное количество бутонов. И вот на первый план, на первое место, выходят наши красавицы, декоративные растения, многолетние декоративные растения. Первое растение, которое всегда приходящие ко мне гости, соседи, выделяют из его растений, называется Monarda Befree. Их много сортов, существует белая, красная, вот эта такая, немножечко фиолетовым оттенком у меня. Компактное растение, сантиметров 70-80 в высоту, является отличным медоносом. Всегда на нем можно встретить пчелок. Прямо сейчас есть, перед грозой у нас летают пчелки. Сам бутончик, сантиметров 6-8 в диаметре, махровая, красивая. Вот здесь и давайте я отойду, покажу. Она действительно видна издалека, таким ярко-красным фуксивым пятном. Очень красивое растение. До этого она еще и лекарственное растение. Ну и в принципе можно и без лекарственного направления просто пить чай. Это вкус, аромат бергамота с лимоном. Итак, первое растение, которое я выделила бы из всех растений декоративных, но у меня их тоже много, это монарда. Различные сорта, конкретно этот сорт монарда бифри. На втором месте топ. Мои знакомые и соседи выделяют, всегда подходят. Всегда я спрашиваю, провожу вопрос, кому что больше нравится, это бозульник. Вот такой высокий куст двухметровый. Очень такие длинные двухметровые свечки, желтые, видно их издалека. Любой, конечно, приходящий сразу смотрит, увидит. Тоже является отличным видоносом. Приятный аромат. Он декоративен в течение всего сезона. Ранней весной листья резные, крупные, красивые, немножечко более темные бывают. И вот где-то с середины июня выкидывают такие высокие свечки и начинают свести, начинают свое цветение. Красивое растение, прекрасно зиму, 3-4 климатическая зона, это Кировская область у нас. Ну, соответственно, у кого условия лучше, там вообще проблем не будет. Ну, и в принципе, у нас уже проблем не бывает с ее цветением. Это ссор бозульник Вичи. Единственное, этому растению нужно место побольше. Оно у меня тут немножечко тесно посажено. Буду убирать. Либо то, что рядом с ним, либо его. Но, скорее всего, то, что рядом с ним. Потому что, на коме он, оно, он, он, или оно, но он. Бузульник красиво вписался. И вот как раз за бузульником роза, желто, ландоры. Вместе они очень красиво смотрятся. Есть еще бузульники. Сейчас зайду. Вот это бузульник Оттелло. Лист в начале весны, бывает более темный. Сейчас он немножко выгорел на солнышке. Листок круглый по сравнению с резным, как у Вичи. Это бузульник Оттелло. Он светет не свечками. У него желтые соцветия, собранные. Шарики такие, сантиметров 20 диаметре. Он цветет немножечко попозднее по сравнению с Вичи. Если мало ли кому-то интересно, напишите. Я выложу цветение этого бузульника. Расскажу потом про этот бузульник. Но, тем не менее, когда цветет, выглядит тоже не менее эффектно. И бузульник. И кизостегия. И вот еще одно декоративное растение, которое тоже выделяют большинство друзей, знакомых и соседей. Вроде бы простое растение, я бы и не сказала, что оно какое-то редкое и какое-то такое прям... Это очеток Матрона. Он отличается от всех очетков, потому что он имеет более темный оттенок. Такой красноватый. Как листьев, так и цветов соцветий. Он хорошо растет, хорошо зимует, быстро разрастается. Но он не лезет как сорня, как многие другие декоративные растения. В принципе, им легко управлять на клумбе, если мало ли будете высаживать. Мне вот нравится его сочетание с хостами. Несколько хост. Рядышком еще остильбы, дармира есть. И тут можжевельнички. Итак, на первом месте, конечно, это Монарда Бифри. По сравнению с многими... Вот если сравнивать все декоративные растения, которые у меня есть, и их у меня тоже очень много. Я еще не дошла до самой большой клумбы своей. Вот на этой клумбе конкретно выделяют Монарда. Потом Бузульники. И вот конкретно на этой клумбе это очеток Матрона. Очень красивый. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok